Особое мнение на 101FM Как так случилось И когда нам ждать этого счастья Этого счастья ждать уже не так много Осталось, да, но вопрос Как это так случилось Благодаря только, наверное, Федеральной службе, антимонопольной Федеральной службы ФАС Вы помните, мы этот вопрос обсуждали неоднократно У нас сейчас, по-моему, и так действует Сниженный тариф, вот как раз по предписанию ФАС Он у нас не настолько действует Насколько у нас же Куприта протестовал решение Да, и сейчас Сейчас это все находится еще в судах Сейчас там Пытаются подать на апелляцию По этому поводу, может, уже подали на апелляцию Но ситуация в том, что Есть предписание ФАС В котором четко все прописано В рамках инвест-программы Предписание ФАС В нем прописано на тот тариф, который действует И на те тарифы, которые будут действовать В будущем И как раз региональная служба тарифов Применила на следующий год Предписание ФАС Уже который, по сути, не оспорить уже будет Куприту Только по той причине, что этот тариф Он вот сейчас проходит одобрение И он уже будет действовать на основании Тех предписаний, которые прописаны Федеральной службой, понятерно-монопольной службой Конечно, мы все ожидали, может быть, и больше снижения Потому что кто-то говорил про 15% Но в итоге При грубом расчете Так как у нас все равно идет повышение цены на топливо Повышение цены на транспортировку На какие-то такие моменты У нас вот так сложилось Что из расчета региональной службы по тарифам Тариф будет снижен На 8% Вот смотрите, мы говорим о том, что ФАС подала сейчас апелляцию То есть решение суда, в общем-то Это апелляция идет на тариф, который сейчас действует Вот понимаете, у нас как бы ситуация такая, что Вы не думайте Вот у нас ФАС Сказал о чем? О том, что данный тариф, который действовал В 2019 году Его расчет был неправильный Куприт это решение протестовал И сейчас идет история И сейчас идет о решении 2019 года Решение 2020 года Которое сейчас региональная служба по тарифам Выносит по тарифу на ТКО Для регионального оператора Куприт В данной ситуации уже А протестовать Куприт не сможет Я не говорю не об этом, что можно ли его протестовать или нет Я говорю о том, что Если решение Если апелляция у ФАС Будет удовлетворена Вот эти 8% будут считаться От уже сниженного тарифа Минус еще 8% Нет, эти 8% пока на сегодняшний день Считается от того тарифа Который был еще принят На 2019 год Хорошо, тогда получается, что если Иск у ФАС будет удовлетворен У нас будет еще ниже может быть тариф У нас не будет теоретически ниже тариф Он будет принят согласно той цифре Которая есть на сегодняшний день Мы сейчас говорим о снижении на 8% От цифры, которые От тарифа, который был принят На 2019 год Не согласно Не согласно решению ФАС Хорошо, а если апелляция у ФАС Не будет удовлетворена Получается, что мы Как жители будем еще и доплачивать Нет, мы не будем доплачивать В данной ситуации Все равно у нас получается снижение тарифа Понимаете, мы сейчас в цифрах с вами Можем уплыть далеко и надолго Но в данной ситуации Я вам сразу говорю, что будет снижение Если сейчас мы платим порядка 114 рублей за человека То будем платить порядка 103 или 105 рублей Примерно в цифрах не ориентируюсь Но где-то так Все равно у нас будет снижение тарифа Конечно, эти 8% Они съедятся через полгода Потому что там будет повышение тарифа На 4% Но от пониженного же все равно От пониженного тарифа Будет на повышенный тариф Но есть куда снижать тариф Я вам сразу могу это сказать Только по той причине, что у нас на сегодняшний день Не выполняется инвестпрограмма Центрального полигона Это полигона Осенцы Только по той причине, что Если у них была инвестпрограмма На 2019 год заложена порядка 240 миллионов То документов они подали порядка на 100 миллионов Это только на 100 миллионов Они приняли инвестпрограмму А это одна из двинных составляющих На сегодняшний день В рамках тарифа регионального оператора Так как весь мусор, проще так сказать Практически свозится на этот полигон Есть куда падать дальше Просто это все зависит от региональной службы тарифом Насколько она будет грамотно проверять Те документы, которые будут предоставляться В региональной службе по тарифам А также зависит от министерства На сегодняшний день От министерства экологии Только по той причине, что им передали права По поводу инвестпрограмм Инвестпрограмм полигонов Которые были приняты еще министерством ЖКХ и энергетики Это такая, знаете, такая долгая такая история Да, очень замкнутая Только по той причине, что тариф Обратной силы не имеет Есть такое понимание И, например, тариф Чтобы снизить тариф У полигона Осинцы Его нельзя вот так раз В одночасье снизить Они, например, подают инвестпрограмму Они эту полигонную программу утвердили Деньги они получают в 2019 году За инвестпрограмму А понизить тариф Осинцам можно только на 2021 год Если они не выполнили инвестпрограмму Только по той причине Им сейчас опять одобрили тариф на 2020 год То есть это уже 2022 мы переходим Нет, это, да, нет Вот смотрите, сейчас получается Вот если так разобраться Вкратце, да 2019 год инвестпрограмма по осинцам была Она не выполнена Она проверяется в 2020 году И только в 2021 году Согласно невыполнению инвестпрограммы И могут пересчитать И тогда только на 2021 год В рамках тарифа регионального оператора Будет какое-то снижение В рамках данного тарифа Который включен в этот тариф Полигона Осинцы И остальных инвестпрограмм Других полигонов Которые не выполняют ее, например А если они будут выполнять То снижения не будет Тут тарифная составляющая Она очень такая Глубокая, можно так сказать Она составляет здесь много-много цифр Различных расчетов И некоторые расчеты Которые просто-напросто Ну, подтверждаются Тремя коммерческими предложениями Да И в данной ситуации Надо очень глубоко углубляться В цифры, которые предоставляет Региональный оператор Куприд Куда она тратит эти деньги Эта компания, да, совсем На что она тратит эти деньги Например, у нас до сих пор Нет четкого понимания А сколько стоит транспортировка отходов А это огромная доля тарифа Которая составляет там Миллиарды рублей И Ну, это, по-моему, чуть ли не третий Или даже больше Ну, это даже больше третий Вы что, это там Ну, это 70% Практически там Процентов 60 Это вот транспортировка отходов Это там больше Полтора миллиарда рублей Когда у нас там Общая сумма всего тарифа За два с чем-то миллиарда рублей Да Вот И в данной ситуации Хотя, например, если Тариф на полигоны Он утверждается РСТ То тариф Ну, то сумма транспортировки отходов Чтобы все понимали, да Оно утверждается Согласно трех коммерческих предложений Можно так сказать И когда там Они собирают общие цифры Со всех транспортировщиков, да И выставляют лот на аукцион И уже РСТ Обязаны принять эти цифры А торгуют они 2 миллиарда Значит, в тариф войдет 2 миллиарда Да Торгуют они миллиард 600 Будет миллиард 600 Ну, да В некоторых там Немножко могут подвинуть Расставить эти цифры Но это не на такой большой процент Что в итоге Все равно в тарифе Эти цифры будут отражаться Вот где надо Регулировать государство На сегодняшний день Это в транспортировке отходов Там регулировка Ну, регулирование государства Должна быть 100% Потому что там цифры Они вот плавающие Ну, как они будут регулировать Если это частная компания Ну, а как регулировать Это же вмешательство В частный бизнес Нет, давайте так У нас это тариф Тариф, который регулируется Государством Мы можем регулировать тариф Но мы же не можем Влазить тогда в деятельность Частного предприятия Мы можем посчитать Среднюю сумму Да И в рамках средней суммы Сказать, сколько это будет стоить Эта услуга Делают так Делают так В данной ситуации Потому что от региона К региону рознь В одном регионе Там транспортировка Стоит грубо 10 рублей У нас это стоит 25 рублей Да, там где-то в другом регионе Это стоит 15 рублей А почему нельзя определить Там на какую-то часть регионов Что эта сумма должна быть Сток Это и не копейки больше Да Почему нельзя определить Какую-то иную сумму А сейчас на сегодняшний день Это просто нерегулируемая цифра Да Эта цифра Взятая за счет аукционов Которые отторговывает Региональный оператор Константин, давайте прервемся на перерыв И продолжим с другой темой уже Возвращаемся в студию Программа «Особое мнение» продолжается Константин Сичихин у нас в студии Вторая тема, которую мы сегодня обсуждаем Это ДТП на улице Воровского Довольно странное ДТП Ситуация в чем? Машина ехала по дороге Видимо попала на скользкий участок Ее занесло Развернула Она Причиной вот этого ДТП Стал, собственно говоря, снег Который дорожники не убрали Он спрессовался у бордюра Он стал, соответственно, трамплином Для того, чтобы автомобиль вылетел с дороги Перелетел через пешеходный переход Сломал ограждение и упал на рельсы Собственно говоря, под этими новостями Люди совершенно разные точки зрения высказываются Но, в общем-то, их можно поделить на две Такие основные Одни говорят, что виноваты дорожники Другие говорят, что виновата сама девушка Которая была за рулем К счастью, обе пассажирки автомобиля живы Все у них более-менее в порядке Кто все-таки виноват, на ваш взгляд? Ну, здесь я не скажу, что уж совсем дорожники виноваты Во всем этом ДТП Тут ситуация такая Если ты сел за руль, ты должен оценивать происходящее Это везде учат в каждой школе Не надейся на дорожников Не надейся на ту дорогу, которая есть Ты должен оценивать происходящую ситуацию на дороге Даже ездишь ты с превышением скорости Либо нет Это ты ответственен за то, чем ты управляешь И те, которые сидят в машине В данной ситуации, согласно видео, я, конечно, не эксперт Но свою позицию выскажу Конечно, отчасти виноват водитель Отчасти виноват водитель Потому что, ну, почему? Потому что он должен ориентироваться в пространстве, проще так сказать И смотреть за дорожной ситуацией Если он видит, что дорожники не чистят дорогу Как, например, сейчас у нас в городе происходит То и выбирать скоростной режим Наименьший Надо пусть ездить 20 километров Надо пусть ездить 10 километров Подождите, у нас на путепроводе очень высокие бордюры Там все их видели, все знают Если бы этого снега не было То машина бы затормозила Да, она бы ударилась в этот бордюр Но она бы не вылетела с дороги Но я же не договорился Ситуация-то такая, что Она же не просто ехала И вот она на этот снег заехала И сразу выскочила Вы же все видели видео Как ее начало заносить Ее заносить начало до бордюра Она, ну, у нее нет такого большого опыта вождения При таком заносе Да, если бы у нее был опыт вождения Она бы, наверное, выправила автомобиль Там ничего сложного не было И там не было сугробов на мосту Я был в тот момент В то время Как раз на этом участке Я видел, что дорога была почищена Но проблема вот как раз в дорожниках И в тех службах, которые у нас очищают улицу Тот снег, который они очищали И оставили у бордюрного камня Он привел вот как раз к этому трамплину Когда ее понесло на бордюр И бордюр, по сути, должен был выполнить свою функцию Это придержать автомобиль И оставить его на дорожной полотне Он за счет свою функцию не выполнил За счет того снега, который лежал возле этого бордюра Снег был очень плотный Потому что он лежал уже, наверное, там давно Не вчера еще и не позавчера был сгребенный Потому что очень плотная корочка была Как бы снега Я лично сам проверил Постоял, потоптался на ней Она легко удерживала мой вес Это говорит о том, что снег давно не вывозили И в данной ситуации Вот как раз и на видео видно И видно по следам движения транспортного средства На этом месте Ну, по крайней мере, я это видел лично Видно, что этот бордюр никак не помог водителю Не удержал автомобиль на территории Ну, как бы на путепроводе А за счет инерции За счет вот этого трамплинчика небольшого Его просто по инерции вынесло Вынесло на ограждение И вы видели, какие последствия в дальнейшем были Эти ограждения, но они не спасают Они не предназначены, эти ограждения на этом мосту На этом путепроводе Они не предназначены для задержания Для остановки транспортного средства Они просто, ну, это Я их больше называю декоративные ограждения Потому что при хорошей нагрузке Они ломаются только в путь Либо надо менять ограждения На данном путепроводе И это не только на этом путепроводе У нас большинство путепроводов в городе Кирове Которые старые путепроводы У них у всех такие стоят ограждения Которые практически не выполняют функцию Задержки транспортного средства При вот такой ситуации Наверное, даже проектировщики Даже мысли не допускали о том Что можно вылететь с моста Наверное, да Потому что не зря же там стоит бордюр высокий Который должен выполнить какой-то функционал По задержке автомобиля В рамках предела полосы движения Но и здесь Давайте не будем забывать Когда этот мост строили Какие это были года Тогда даже И мысли не было Что такой поток транспортного средства будет И мысли не было Что может быть увеличение скоростного режима В какой-то точке зрения Тогда машины другие ездили совсем И на сегодняшний день В большинстве случаев Вот на таких путепроводах Которые особо важные Можно так это сказать Это даже Не только этот путепровод Это и старый мост На нем тоже, если по-честному Ограждение При такой ситуации Они не спасут Просто-напросто На том, что это отбойники Надо ставить не только отбойники Надо ставить современные методы Современные ограждения Которые будут рассчитаны На такое движение Не то, что потока транспорта На такую ситуацию Потому что там При строительстве новых мостов Сейчас и путепроводов Это обязательно Это обязательно Каждое ограждение Несет Высчитывается На ту нагрузку На которую она должна Удержать транспортное средство Ну вот вы говорите Давайте мы будем менять Ограждение на мостах Да А работу дорожников Что мы не будем улучшать? И работу дорожников Конечно Улучшать Я не Потому что есть много кировчан Которые за то Чтобы эти чугунные Красивые ограждения Оставались так же Как и на Октябрьском проспекте Я не говорю о том Что дорожники не виноваты Я дословно говорю Что да Вина В данном ДТП Дорожников присутствует Конечно Тут уже Пусть ГИБДД разбирается Но на мой взгляд Вина дорожников присутствует Только по той причине Что Они должны содержать Уличную дорожную сеть Города Кирова Согласно Тем нормативам Которые прописаны у нас В течении какого времени Они должны были Этот снег убрать? Они должны были В течении этих же суток Когда они этот снег сгребали Тут же они должны были Его убрать Особенно на путепроводе Путепровод у нас Не должен быть Вот с такими навалами снега Особенно возле бордюрного камня Сколько это места Повышенной опасности? Конечно Поэтому Доля вины дорожников Вот в данной ситуации Она присутствует Просто Все зависит От Насколько Эта доля Повлекла Вот к этому ДТП На мой взгляд Существенно Повлекла Только по той причине Что Мне кажется Бордюрный камень А там хороший Бордюрный камень Высокий Он бы сдержал удар Транспортного средства И оно бы не Улетело За пределы путепровода Хорошо Нашими коммунальными службами Будет какие-то выводы Из этого сделаны И какие-то Может быть Последуют Изменения Вы же все видели Что в течение часа Там появился грейдер И убрал Нет Слушайте Убирать последствия Это совсем другое А мы говорим О предупреждении А уж дальше Это дело следствия Не знаю Там ГИБДД Еще кого-то Кто дальше будет разбираться Администрация Которая является заказчиком Этих работ Должна ли сделать Какие-то выводы В отношении подрядчика Но выводы Они обязательно должны быть В любом случае Да Только насколько Эти выводы Будут грамотные И в итоге Не повлекут Такие последствия Покажет время Но по крайней мере На сегодняшний день Мы с вами наблюдаем Что Как путепроводы были В снегу Так и остались И ничего не изменилось И сегодняшний снегопад Тому доказательство Да Да И сегодняшний снегопад Тому подтверждение И о каких выводах Мы с вами можем говорить Я просто не знаю Про старый мост Мы уже начали говорить Давайте мы немножко Эту тему продолжим Вчера Илья Шульгин На заседании Кировской городской думы Сказал О том Что Наверное стоит ограничить Движение большегрузов По старому мосту Мотивировал он это тем Что реконструкция была Последним более 10 лет назад И в общем-то Мост не в очень хорошем состоянии И задача Сберечь в том числе Еще и асфальт В центре города И в общем-то Предложил Ограничить движение Многотонников По старому мосту Как вы к этому Относитесь Предложение Решение Ильи Вячеславович Оно не новое Не вчера Появилось Только по той причине Если мы все вспомним Еще в 2009 году Там было ограничение Уже введено На всю дамбу Для грузового транспорта Но это было как раз До реконструкции Почему? В 2009 году была Вокупа реконструкции Вы что? Вы просто Не знаю Я сейчас Ну не скажу Что уж каждый день Там езжу Но езжу И по крайней мере Дорожные знаки Ограничили движение Грузовым транспортом Средством Там стояли Уже не первый год Просто каким-то образом В этом году Либо в рамках Реконструкции Дамбы Либо еще По каким-то причинам Эти знаки исчезли Просто-напросто Исчезли Ну как исчезли Наверное Была введена Новая схема Движения транспортных Средств И в рамках Этой схемы Данные дорожные знаки Сняли Но эти знаки стояли И в 2009 В 2010 Начиная С момента Когда мост Реконструировали Тогда еще Администрация города Было принято решение Что мост Нужно сохранить Тогда же И дамбу Реконструировали Если вы помните Это порядка Тоже лет 6 назад Было И тогда Все администрации На то время И все специалисты Понимали Что Это дамба И данный мост Он не вынесет Ту нагрузку Тех грузовых транспортных средств Которые на сегодняшний день Ездят по городу Кирова И в объезд города И тогда еще Было принято решение И знаки были установлены И сотрудники ГИБДД Неоднократно стояли В районе АЗС Вот где сейчас Круговое движение Которые контролировали И запрещали движение Транспортным средствам И я не раз наблюдал Когда были остановлены Транспортные грузовые Транспортные средства У которых превышает Тоннаж более 3 Да Допустимых более 3,5 тонн И их наказывали За движение По мосту Либо по дамбе Но каким-то образом Эти знаки исчезли В этом году Просто Сняли По чьей-то воле С каких-то там С какого-то согласия Я не знаю Честно Не разбирался В этой ситуации Тогда зачем этот вопрос Снова выносить Когда можно повесить знаки Если они Я так понимаю Были согласованы Нет Их повесили Эти знаки уже висят И они появились Не вчера Они висят уже Как мне же опять поясняют Порядка там Двух месяцев Уже как назад Висят Но опять же Эти знаки В кавычках Можно сказать Они появились По решению Ильи Вячеславовича И он не вчера Тогда решим озвучивать Это предложение Я не знаю Почему он озвучил Захотел он вчера Озвучить Он озвучил Но так-то он Этот вопрос Уже решил Два месяца назад И вот Как-то вчера У него Пришла наверное Мысль Об этом Рассказать Но знаки Они есть И я вчера Там был На мосту И знаки висят И на мосту И за мостом Знак висит И на дамбе Знак висит На сегодняшний день Которая ограничивает Движение Грузовым Автотранспортным средством С превышением Более 3,5 тонн Просто За этим Надо следить Вы понимаете Как бы знак висит А грузовые транспортные средства Едут Периодически Не часто Но едут Хотя там висят камеры Какую функцию Этой камеры выполняют Мне интересно Либо они просто висят Наверное потом водители Получают штрафы Ну нет Поверьте нет Я не знаю Не слышал Ни одного такого случая Чтобы водитель За эти камеры На мост Получил штраф За превышение Тоннажности Своего транспортного средства У нас просто нет Такого Автоматической фиксации У нас Превышение Как бы Не перегруз В этом случае Перегруз Но в данном случае Как бы Нарушение данного знака Более 3,5 тонн Движения транспорта Запрещено По сути Должно быть Какой-то автоматический Комплекс Который должен зафиксировать Что это транспортное средство Более 3,5 тонн А просто визуально Наказать очень сложно В данной ситуации Я считаю Как бы Что эти камеры Какую-то функцию Должны нести Хотя бы Хотя бы Этим водителям Которые проехали По этому мосту Должно быть Уведомительное письмо Приходить О том Что ай-яй-яй Да Как бы Ай-яй-яй Мы вас видели Но в следующий раз Мы вас накажем Ну к примеру Я Ну как-то Какая-то функционал Должен быть у этих камер Потому что Эти камеры Они выполняют В первую очередь Это функцию безопасности У нас каждый Путепровод Каждый мост Должен Оснащен Видеофотофиксацией Для того Чтобы фиксировать Проезжающие транспортные средства И в дальнейшем Ну как бы Всякое может быть Чтобы предупреждать Какие-то происшествия И на путепроводе И на мосту Или там ДТП Например Произойдет Да То заранее Сотрудники ГВД Уже будут знать Ну это в рамках Системы безопасный город Вот И в данной ситуации Эти камеры Должны в данном В данном направлении Работать А Мост надо сохранять И движение Грузовым транспортным средством Надо запрещать Полностью В данном направлении Да И в сторону путепровода И в сторону По дамбе Только Даже по той причине Что эти транспортные средства Которые заедут в город Представьте Такой поток Там Самосвалов Поедет в город И встанет на перекрестке Профсоюзные Ленина Что там произойдет Там и так пробки Там и так пробки А тут тем более Станут пробки И вот этот автомобиль Грузовой Да В горочку По Ленину Вот в сторону Получается Розы Люксембурга Туда поедет Там и так автобусы стоят Особенно вот в такую погоду А там еще фуры встанут С грузовиками Тогда мы с вами Просто-напросто Заткнем вот этот Перекресток Который По сути На сегодняшний день И так Большую на себя Нагрузку несет Да А тут еще грузовые Там совсем надо Ограничивать движение Многим транспортным средствам Оставлять автобусы И легковые автомобили Только и все Давайте мы об этой теме Еще поговорим После рекламы Особое мнение На 101FM Продолжаем особое мнение Константин Сичихин Его сегодня высказывает Мы ведем разговор Про инициативу Илья Шульгина О запрете Вернее об ограничении Проезда большегрузов По старому мосту И Константин Вы сказали Вы сказали мнение о том Что для большегрузов Старый мост нужно закрыть Но сегодня в дневном развороте Был Михаил Ковязин Это депутат Кировской городской думы Он представляет филейку в думе И он очень резко выступает против того Чтобы все движение всех большегрузов Шло через новый мост Потому что сегодня на филейке и так Там много и предприятий И большегрузы там стоят и паркуются Поэтому он говорит, что филейку буквально задушат Если мы еще откроем движение только по новому мосту Мне бы интересен вопрос к Ковязину Товарищу депутату Да, он когда в Киров-то приехал жить? Ну я не знаю, но я подозреваю, что давно Он, наверное, просто не ездит в этой части Мост был закрыт В знаке не вчера, не сегодня Илья Вячеславович решил закрыть мост Он был закрыт И до Ильи Вячеславовича был закрыт И до того времени, когда товарищ Ковязин Стал депутатом городской дум Он был закрыт Но вы говорите о том, чтобы вообще запретить И пустить только по новому мосту Погодите, этот знак Он запрещает движение грузовым транспортным средством Чтобы вы понимали Больше 3,5 тонн Больше 3,5 тонн А что такое у нас 3,5 тонна? Это газончик? Это какой-то зелок небольшой, да, например? Либо газель? Ну вот так, чтобы понимали, да? Мы разговариваем с вами о грузовых транспортных средствах Это вот такие большие КамАЗы по 40 тонн Которые вот это Это фуры Которые продукты в магазин не привозят Фуры в продукты в магазин не привозят Максимум, что вот эти федеральные сетей Магнит пятерочка Да, но они не ездят по этому мосту У них нет там каких-то центров логистических Да, они ездят все через новый мост в сторону Филейки И у нас весь поток там транспортных идет Чего-то тут говорить хочу, не хочу Пусть сначала человек, а именно депутат городской думы подумает Это, он ничего, знаете, как говорится Филейки хуже от этого не станет Потому что это было и в 2009, и в 2010 И уже на протяжении 10 лет Этот мост был ограничен движением грузовых транспортных средств Сейчас, на сегодняшний день Это просто Ну, как бы, знаки Я хочу повториться Знаки кто-то в этом году убрал Сейчас их вернули на место И спасибо, что их вернули на место Потому что мост Он, это одна из артерий Направление Макария Порошина Большой малой субботихи И если мы его за счет тех грузовиков Которые идут сейчас Со стороны нового моста развалим То у нас не будет денег, чтобы его восстановить И значит, опять же Через спустя там 2-3 года Когда он развалится, да Весь поток транспортных средств Суспешно поедет Через филейку И все граждане Макария Субботихи Придут к этому депутату И спросят А почему вы наш мост разрушили Своим решением Вот честно И тогда там еще хуже станет Филейка Вот и все Мнение другого депутата Еще и вам извучил Денис Ерохин Сегодня высказал мысль о том Что закрыть старый мост Нужно только в дневное время А ночью разрешить Большой грузом Все-таки по нему проезжать К этому вы как относитесь? А это чем обусловлено-то? Тем, чтобы сохранить Асфальтовое покрытие Потому что вся идея Сохранить асфальтовое покрытие В центре в том числе Вот вся идея В данной ситуации Чтобы вы понимали Что такое большегрузный автомобиль Все понимаете Это фура Давайте представим Что у нас все фуры Поехали по улице Ленина Ночью даже без разницы Например в сторону Казани Через Вятские поляны Это очень хороший Удобный маршрут для фуры Выехать через Макарье Поехать по Старому мосту По Ленина И до Ново-Вятска И прямо там через Уржум И в том направлении И вот этот поток фур Который сейчас обходит город Можно так это назвать Обходит центр города Идет по улице Производства Они поехали ночью По улице Ленина Понравится жителям Улица Ленина Ночью Когда у них фура Будет буксовать При горке В районе Профсоюзной Например Вы знаете Я живу вот здесь На Московской И у нас все время На перекрестке Горького и Московской Там маленький подъем Там все время Вот в такую погоду И когда появляется Ночью И ночью И днем Я не знаю Кто их пустил туда Потому что у нас так-то Город под запретом По знакам стоит Они буксуют И бывает что сутками там стоят Потому что не могут подняться Зачем он туда поехал-то Ночью-то еще особенно И каким образом он туда заехал И где сотрудники ГИБДД были В этот момент Потому что там стоят знаки Движение грузовым трассовым средствам Запрещено Они только в том случае Могут заехать в город Если у них тут пункт разгрузки Больше они не имеют Никакого права проезжать Ну в Джимол они ездят Значит надо смотреть За этой ситуацией Я не понимаю Какими мыслями Какими идеями И чем их двигает Этих депутатов Говорить о том Что давайте мы пустим Поток транспортных средств Грузовых Фур Фур Вот просто что вы понимали Это 40 тонны автомобили Это там автомобили Которые там выше 25 тонн Общей массы Да Они поедут по этому мосту У нас и ночью все развалится Просто-напросто С учетом того Что наша дамба Она плавает Мы это все с вами знаем Да И даже то что ее в этом году Опять верхний слой восстановили Ну это опять года 3-4 На весь гарантийный промежуток А дальше у нас будет образовываться Та калийность Которая есть Фуры нам эту калийность Даже в ночном режиме Да Они ее сделают еще быстрее Данное направление Надо закрыть Для движения Грузовых транспортных средств Которые выше 3,5 тонн Все И точка Это особое мнение Константина Сичихина Мы к другой теме переходим Раз уж у нас сегодня снегопад Давайте поговорим Поговорим про проект Умная уборка Он в Кирове у нас стартовал С 1 декабря Суть его в чем Значит это региональная Навигационная информационная система Которая позволяет следить За процессом уборки Городских улиц С помощью специальных датчиков Которые закрепляются Либо на ножах Либо на ковшах Этой уборочной техники И все данные Передаются В ситуационный центр Данные поступают На интерактивную карту И на ней можно отследить Маршрут Время начала уборки Время окончания уборки В общем много разных параметров И буквально вчера На портале Ньюслер.ру Вышел материал О том Что после ввода Вот этой самой системы Город чище у нас не стал В своем материале Журналисты Ссылаясь на свои источники Пишут Я процитирую Что более бездарного метода Контроля Найти трудно Я не знаю Насколько близко Вам эта тема знакома Но в моем понимании Метод в принципе контроля Рабочий И вполне себе достойный Вы как считаете Так вот Мне самое интересное Вот это по поводу Бездарного Да Вот эти люди Которые всегда Экс Ну или как В кавычках Эксперты Которые комментируют В различном СМИ Я не говорю про репортера Различные СМИ Где я это читаю И при этом Не называя себя Они ничего нового То не предлагают Понимаете Они говорят Что это бездарно А что не бездарно Критикуешь Предлагаю Да Критикую Предлагаю Мы давно идем По этому параметру Да И к нам вопрос К рабочей группе Опять же В рамках Общественного контроля По ремонту И содержанию Уличной дорожной сети В общественной палате Всегда про это говорили Если вы ребята Критикуйте Вы предлагайте На мой взгляд Эта система Без разницы Там Как она называется Да Но это Система автоматизации Любая система Автоматизации Приводит К какому-то Положительному Заключению Правильно Если она сделана Умными людьми Если она сделана В рамках Каких-то умных Алгоритмов А вот эта система Она Мы можем Про ее такое сказать Понимаете Я не разрабатывал Эту систему Я не могу Сказать Кто ее разработал И каким образом И где она работает Вот знаю Что на следующей неделе Говорят Опять же Опять же Вот как Говорят эксперты В СМИ Да Также и мне Говорят люди Что на следующей неделе Говорят Будет презентация Эта система Официально И если меня туда Позовут Я задам эти вопросы Кто ее разрабатывал Эту систему Где она используется В каких регионах И конечно Мы Запросим информацию В этих регионах Насколько она им помогла Сейчас Говорить Что она бездарная При этом мы не знаем Как она работает Вот я лично Не знаю Я знаю Что она есть Знаю Что она работает Каким-то образом На технике Которая работает Сейчас В ГДМС Гордор Мострой Какой-то функционал Эта система Уже выполняет Потому что Она не вчера Была поставлена Она еще там Осенью устанавливали В начале осени Но Про официально Про нее не говорили Потому что Она не была настроена Так как требуется Сейчас Если уже администрация Заявляет про нее И говорит Что она есть И готова ее На следующей неделе Как мне же опять говорят Показать Официально То я бы с удовольствием Посмотрел И там я выскажу Значит наверное Есть какие-то результаты уже Ну конечно Я думаю Что есть какие-то результаты Есть о чем говорить И там я уже буду говорить Бездарная она Либо не бездарная Да А на сегодняшний день Я считаю Что любая автоматизация Без разницы Насколько она плохая Насколько она хорошая Она все равно приводит Какому-то знаменателю В большинстве случаев Любая автоматизация Приводит к благоприятному знаменателю Да Потому что мы с вами Сейчас все Живем уже в веке Когда мы с вами С телефоном Можем оплатить Очень многие функции Когда раньше Мы могли просто-напросто Приходить в очередь Стоять там На почте Или еще где-то Это хорошо Да это хорошо Но если это стоит Каких-то очень больших денег То не проще ли на глаз Определять там Вот здесь прибран А мы знаем с вами Сколько это стоит система Вот мы не знаем Мы не знаем Но как раз вот в материале Говорится что Наверное это стоит Достаточно каких-то больших Вот эти Опять же мнение Каких-то в кавычках Экспертов Говорит о том Что наверное это стоит Давайте дождемся Пресс-релиза администрации С четкими цифрами И с четким пониманием А что это за система Кто ее разработал Когда она была внедрена Как она себя показывает Как она себя покажет На мой взгляд Любая автоматика Она должна показывать плюс И лучше пусть считает компьютер Чем считает человек Потому что мы с вами Видим как считают люди у нас Как контролируют у нас люди У нас город утопает в снегу Сейчас на сегодняшний день Контролем города За содержанием Уличной дорожной сети Занимается человек Занимаются специалисты Которые работают в УДПИ Я вас должна на этом прервать Мы будем ждать презентации У нас особое мнение завершается Константин Сичихин Был его гостем Всего доброго До свидания До свидания Особое мнение На 101FM